Французские гонки. Два главных претендента на президентское кресло. Центрист Эммануэль Макрон и ультраправая Марин Липен положили конец традиционной двухпартийной системе во Франции. На носу второй тур. Как комментируют последние результаты аутсайдеры этой гонки? Что говорят обычные рядовые французы? Подробнее Елена Зорина. В одном шаге от президентства с такими заголовками сегодня вышла французская пресса. За результаты социологи прогнозировали, но вот людей они до сих пор удивляют. Кого-то даже расстраивают. Впервые за 40 лет традиционные полицилы левые республиканцы остались за бортом. Я разочарован, но это меньшее зло из всех, которое может произойти. Я не смотрю на кандидатов, не обращаю внимания на их программы. Голосовал за Фиона. Во втором туре выбор будет крайне сложным. Лидер первого тура по результатам голосования 39-летний политик Эммануэль Макрон уже сегодня принимает поздравления сторонников. По результатам голосования центрист и бывший министр экономики Макрон набрал почти 24% голосов. Победил в крупнейших городах страны, в том числе и Париже. Его главный конкурент, лидер ультраправых Марин Липен здесь не дотянула даже до 5%. Зато она пользуется популярностью в Марселе, Ницце, а также на севере Франции, где есть проблемы с мигрантами. Всего за Липен проголосовали более чем 21,5% избирателей. Такой результат французов даже разозлил. Сразу после закрытия участков в Париже люди начали выходить на улицу, протестуя против прохождения Липен во второй тур. Несколько сотен демонстрантов громили рекламные щиты, сожгли машину. Не обошлось и без столкновений с полицией. Меня это очень нервирует. Я родился здесь, вырос и хочу, чтобы мои дети тоже тут жили. Не нужно впадать в крайности. Крайности меня расстраивают. Аутсайдер гонки, кандидат от республиканцев Франсуа Фион, который мог, но не занял место Липен в списке главных соперников Макрона, призвал своих сторонников отдать голоса именно за центриста. Заявил, что патриоты должны объединиться вокруг Макрона и против угрозы прихода националистов. Левый радикал Жан-Люк Меланшон, хоть и открыто Макрона не поддержал, но призвал сторонников дать дорогу молодым. Вам, молодые люди, предстоит взять на себя миссию и перенести факел туда, куда я укажу. А еще держаться друг друга. Вперед, мы, не покорившаяся Франция, сегодня и всегда. Похоже, Макрон заручился поддержкой не только соперников, но и нынешнего хозяина Елисейского дворца Франсуа Аланда. Поговаривают, тот уже поздравил молодого политика с победой. Социологи тоже делают ставку на Макрона. Но сюрпризы не исключены. Удет прогнозировать дело неблагодарное. Разрыв между двумя главными соперниками президентской гонки. Всего несколько процентов у кандидатов есть две недели, чтобы увеличить свои шансы до голосования во втором туре. Елена Зорина, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал французские выборы у себя в Твиттере. Никому из кандидатов он предпочтений не отдает, но явно дает понять, что поддерживает Францию в единой Европе. Сильная Пятая Республика поможет восстановить мир в Украине, считает президент Украины.